привет рад видеть тебя на канале ну что находимся мы финляндии как видишь немножко тут занесло снегом все ну правильно такая погода страна в принципе вот наш новый грузовик заменил я дав свой на сканию ну в принципе замена неплохая очень комфортно удобно все расположено километраж и так далее в чем как бы была и проблема в дать если ты смотрел предыдущие видео вот наш прицепчик такой он уже загружен ну что отправляемся в путь сейчас зацепляемся и поехали а а а а а а а а Дорога у нас не очень длинная На прошлом видео, конечно, немножко затянулось Но ничего Наступила зима у нас Такая довольно-таки, видишь, плотненькая Дороги скользкие Ну и так далее Ну что я тебе расскажу Отвез я, если ты смотрел предыдущее видео Ты будешь понимать, о чем я говорю Если не смотрел Ну посмотри, если будет время Ну и в двух словах я объясню У меня был руль Надеюсь, он еще есть у меня G923 Вот, я его отнес в ремонт Потому что перестал работать Левый лепесток И какие-то шумы появились Очень неприятно, конечно, все это Сколько мы веса везем Что он еле-еле почему-то 62 тонны Отлично, я думаю, почему машина не едет Слушай Да и тормозить тяжело стало Вот, в итоге пока я управляю мышкой Как я до этого привык Очень комфортно, плавненько Единственное знаю, что не нравится мне вот этот вот По центру экрана Это желтая ерундовинка Очень некомфортно с ней играть Прицеп у нас, в принципе, длинный Но мы везде Вписываемся Вот, отнес я его в ремонт Что мне там сказали Говорят Выберите Вариант Что у вас устроит Ремонт Либо замена На новый Либо Возврат средств А я, как ты знаешь Пользовался им очень мало Поэтому, естественно Зачем мне Вещь достаточно дорогая В принципе, для меня И ремонтируемая Уже которая подавалась ремонту Так назовем Поэтому я говорю Нет, давайте мне Ремонт Ой, говорю Давай мне замену На новые устройства Вот, он говорит Хорошо, если Говорит Такого именно не будет G923, повторюсь Тогда вас устроит Замена, говорит На аналог Или Если будет что-то дороже Вы доплатите И так далее Я Так как немножко в теме Это, так сказать Когда покупал Точнее, перед покупкой Все изучил вопрос Ну, аналог может быть какой Трастмастер только Все В принципе Больше аналогов У него G У этих GeForce Больше нету ничего Это последний у них руль был На сегодняшний день На 22-й год Так сказать Все, я говорю Тогда Возврат средств Говорю Если вдруг Не Не получится заменить Хотя он есть в наличии Я смотрел в этом магазине В данном Он у них в наличии есть Ну, такие вот новости Про руль Мы пока не будем Больше Вести разговор В принципе Ну, мышкой Я тебе как-то Маленький гайдик снимал Мышкой очень Достаточно Удобна Вот человек Нас, видишь Заехал Ну, вот у нас Глянь, полиция сзади Отлично просто Давай выворачивай Как-то Или я выехал далеко Ну, возможно Хотя нет Ему там было места Очень Предостаточно Давай мы больше Возьмем кружочек Красивый у нас Населенный пункт Такой Находимся мы в Турку Вроде бы Если я не ошибаюсь Да Если нас пропустят Будет отлично Отлично Ну, идет Очень тяжело Я не помню На какой я двигатель Поставил Ну, прям 63 тонны Да 62 тонны Я не ожидал Что столько веса будет Я на вес Не обращал внимания В принципе Ну, ничего Потихоньку Тянет Топливо у нас уже На исходе Я смотрю Ну, я думаю Хватит нам Ничего страшного Вот В итоге Будут новости По поводу руля Заглохли С таким весом Можно Хотя с автоматом В принципе Не заглошка Вот Будут новости По поводу этого руля Я тебе обязательно Расскажу Что и как Вернули мне деньги Ну, видишь Сейчас стоит Такой вопрос Если вдруг У них По каким-либо причинам Не окажется Такого же руля И они Захотят вернуть Мне Потраченные деньги Ну, в принципе Где-то такое встречал Я думаю Чтобы Магазин Обычный И ты им принес По гарантии Что-то И ты без проблем Получил новую вещь Или тебе вернули Деньги Я думаю Это Навряд ли Так получится Ну, будем Надеяться На лучшее Вот И я потом Станет вопрос Уже Покупать ли его Ну, конечно Игра другая Совсем Ну, будет видно Ладно Прокатимся Очень здесь Мне нравится Ночью Вообще Тебе скажу Я проехал Рейс один Если идет Снегопад Ну, красота Конечно На улице Смотри Какая атмосфера Мне очень понравилось Шикарно Если тебе Именно этот мод Раст Потому что Я тебе скажу Я видел Несколько модов Зимних Так, нам сюда Не надо Почему-то Решил здесь Повернуть Вот И мне этот Очень нравится Он достаточно Реалистичен Поэтому Ну, будут вопросы Как бы Да, мне Советовали Говорит Ты под видео Пиши Ссылки оставляй На моды Которые у тебя стоят Я даже человеку Сказал Что так и сделаю Но пока Не доходили Руки Ну, я тебе скажу В горку Смотри Еле-еле У нас тянет Нашу Эту Завалу Ну, в итоге У меня вышло Где-то 42 евро За километр Я тебе Скажу Для такой бандуры В принципе Это Маленькая сумма Ты видел На паровозе Нашем Посмотри Видео предыдущее Отличное Там видео Я тебе много чего И рассказал Ну и прицепчик Там Там 123 евро Было за километр Конечно По сравнению С таким заработком Переходишь На этот минимум Ну, не очень Ну, в принципе Я уже Кредиты Повыплачивал Ну, не все Там один небольшой Остался Грузовик Я пока определил Садавчик я свой Не продавал Посадил туда Уважаемого человека Он у меня работает Зарабатывает На нем денюжки Ну Пока Поедем на скане Мне нравится Здесь километраж Электродный Есть Который хорошо виден И нам позволяет Лишний раз Не превышать Хорошо видно Навигатор И так далее Поэтому пока Мне сканя Очень даже нравится Ну и с виду Она отличная Движение Я тебе скажу Очень плотная Не знаю Куда все товарищи Едут Конечно Так По поводу работы Расскажу я тебе Я тебе там В описании Прошлого видео Написал По скрипту Но Так как Знаешь Что ты Не всегда Все читаешь Я тебе расскажу Вкратце Работал я И работаю водителем Но работал На обычной машине Так сказать По категории С На Рено Восьмитонник Он был Он и есть После прошлого Видео Как раз Набирает Мне Мой шеф И говорит Так и так Начинаешь Стажироваться У нас как Если ты Пересаживаешься На другую машину Ну я имею ввиду Я Перестажировался На категорию Е уже Я имею ввиду У меня есть Блин Заговорился Извини Стажировался На фуры И даже если я На этой На этой же фирме Просто перехожу Нам надо Стажироваться На каждой марке Которая у нас есть У нас в наличии Есть Мерседес Я имею 20 тонн 20 тонн Фуры Мерседес Дав Потом 24 тонны У нас считается Это масс Есть паровоз И есть Камаз Вот у нас 4 разновидности Техники По категории Е Вот он мне Набрал И говорит Все Идешь Стажироваться А согласен Говорит еще Потому что я раньше К нему подходил Давновато уже Я говорю Да конечно согласен Мне конечно на зиму Не очень хотелось Я тебе скажу Ну думаю Отказываться не буду Потому что Потом Предложение может Не поступить Тогда я Останусь Дальше на своем Рено работать Хотя хорошее Рено Но ладно Не об этом В итоге Первая стажировка У меня проходила На Мерседес У меня было кстати В последовательности От лучшего к худшему Первый у меня был Мерседес Потом Дав И потом На Мазе Камаз В момент моей стажировки Находился на ремонте Поэтому Не получилось на нем Стажироваться Так сказать Вот Поехал я на Мерседес Ну скажу Очень Актерс у нас Понравился Шикарная Машина Мягкая Кабина Ты в нее даже залазишь Она уже Плавает Можно так назвать Достаточно мягкий Автомобиль Вот Прокатились мы Что это На вареечке стоит Что тут случилось Так Ты нас пропустишь Надеюсь Спасибо И они поехали Вот Прокатились мы С товарищем Ну в принципе Неплохо Подъехали мы только К первой точке Говорит Иди Паркуйся Я ему говорю Как бы Ну давай Может ты Как раз Снег Зима Снег выпал Зимаш Наступила Так Пропускать не будем Он может долго выезжать Вот Я говорю Давай может ты Как бы с опытом Пока А я там Где нибудь Ну такой знаешь Страха у меня не было Но волнение Так небольшое было Поэтому думаю Отложить это дело На На какой то срок Ну ладно Не не Говорит Иди паркуйся Смысл Говорит Что ты со мной Поехал И будешь Рядом сидеть Я тебе скажу Заехал я Прям Ну видно Что опыт есть На паровозе Я ездил Заехал я С первого раза Немножко Тык Назад Подравнялся И подъехал И подъехал Все Вообще без проблем Все Едем Мы на следующем Точку Он говорит Тоже иди паркуйся Подъехали Я говорю Ну ладно Давай Скажу тебе Заехал прям То ли это Что действительно Есть опыт То ли мне просто Повезло И так далее Прям Четенько Так Он выходит Говорит Иди А он подходит К зеркалу моему К окну Говорит Иди посмотри Как ты подъехал У меня уже знаешь Внутри такое Ну не страх А волнение Думаю блин Может фонаря Где зацепил Можно к рампе Разные рампы бывают Или фонарь Где зацепил Я иду Подхожу А там прям Отбойнички резиновые Есть На рампе резиновые И на машине резиновые И если взять На машине Они пошире А рампа поуже И получается Я так припарковался Что у меня Края отбойников На машине Соприкоснулись Прям четко С отбойниками На рампе То бишь Если немножко Бо я Лево дал То он бы Между отбойниками В машине Получается заехал Ну и так далее Я прям заехал Вот прям как надо Я такой говорю Так нормально Говорю или нет У него спрашиваю Он говорит Да пошел ты На три буквы Говорит Я так не парковался Говорит Ну и все Ну в итоге Как бы Ну там пошутили Пошутили Отлично У меня прошло все Обратно уже я ехал Там по прямой Да Ну знаешь Удовольствие получил Проехаться на мерседесе После обычной машины Грузовой И проехаться на фуре Ну кому это нравится Как бы А я работаю отделем Потому что мне это нравится А не потому что Криворукий там Или без мозгов Вот В итоге Следующий рейс был На дафе На дафе уже Рейс был по Так сказать Самый максимальный Вот что у нас бывает Так и вышло Где-то в районе Там около Тысячи километров Надо было Ну это в две стороны В одну сторону Там 400 450 Возьмем так Ну что тебе рассказать О дафе Ну во первых Там была одна точка Выгрузки только Вот Поэтому Ну я ехал и туда И обратно Ну если сравнить В принципе А у нас машины Одинакового года Например И пробег у них Примерно одинаковый И состояние Ну состояние Естественно Тоже Такое же Ну дафе он такой Он Я бы сказал Пожестче Более такой Топорный Как его назвать Ну примерно Ты понял О чем я говорю Как бы не плавает Он так Как плавает Мерседес Ну в принципе Я ожидал худшего Потому что мне еще Перед этим сказали Ооо Говорит Дафы у нас там Вообще Как бы Какие-то все Добитые И не очень Ну в принципе Мне понравилось Тоже Если так Смотреть Конечно Между Мерседесом Дафа Мерседес Покомфортнее В кабине Как-то Немножко Уютней Но Беды там Нет Совсем Так сказать Вот Проехался Я На Дафе Ну кстати Понял До этого Как-то Не сталкивался Я с этим Что Правильно Говорят Фура Зимой Это Корова Она Мы были Загружены Но было Там сколько Наверное 18 тонн Было Загружено Приехали Мы На Точку Разгрузки Он И мне Мой Товарищ Который Стажирует Говорит Ты пока Не заезжай До конца Там Не паркуйся Ой Что-то Мы Зазевались Глянь Создали Аварийную Обстановку Вот Говорит Заломайся Немножко Мне надо Там Посмотреть Что-то И потом Встанешь В итоге Что я тебе Хочу сказать Это было Ну Там Снег Был Такой Утоптанный Снег Полу Налить Полуснег Можно так В итоге Я заломался Как бы Немножко Он там Полез Что-то Смотреть И говорю Ну все Паркуйся Я хоп И она Буксует На месте И нет Ни горки Ни ямки Понимаешь Ровное место То бишь Колеса теплые Я остановился Дорожку себе Не укатал Ну в общем Это мне Должен был Сказать Я как бы Не особо Был Таким Чтобы это Знать Вот И в итоге Колеса Немножко Себе Совсем Небольшую Чтоб ты Понимал Сделали Себе Ложбинку Все И она На ней Не выехать Я конечно Знал Что они Такие Не особо Но думал Когда пустая Но Когда я увидел Что машина Загруженная И на ровном месте Она Просто буксует Как бы Да А знаешь Как они делают Ну Как и я Уже Буду делать Просто Когда человек Выровнялся Себе На место Стоянки Как бы Все Припарковался И делает Движение На машине Примерно По несколько метров Вперед Назад То бишь Теплыми колесами Укатывает себе Как я понял Колеса остывают И укатывает себе Дорожку Чтобы потом Не получилось ям Говорит Подъезжаешь К месту Укатываешь себе Такую вот Дорожку И тогда уже Останавливаешься Ну в принципе Такой вот способ Ну потом И да Там был песок Выехали И так далее В итоге Даже я и не парковался Там Он потом поехал Сам Припарковался И поехали мы Обратно Ну все мое движение На дафе было По дороге Так сказать Ну не по прямой Но условно Без парковок Ну приехали мы На базу Все отлично До свидания А вот следующая Уже стажировочка У меня была На мазе Паровозе Ну что хочу тебе Рассказать про маз Ну пришел я утром Все Сели мы Говорит поехали Ну маз есть маз В принципе Но Я ожидал в разы Как бы Хуже Своё впечатление В общем 18 передач У него там У нашего маза Не автомат Коробка У нас на фурах Везде автоматы Вот он мне В принципе Быстро показал Там Относительно Ну ничего сложного Нет в переключении Как бы Даже в каком-то Мере интересно Понятно уже Когда поездишь И так далее Уже это под надоест Ну да В салоне Не так все уютно Не так все аккуратно И так далее В мазе Если сравнить Динамарки Вот Но в принципе Мы поговорили с ним Когда проехались И у товарищей На паровозах Этих достаточно Ну побольше Зарплата В принципе У них пробега Меньше Так получается У них больше Тоннаж И так далее У них там Доплаты идут Еще дополнительные И в итоге У них пробега Меньше Чем на фурах На двадцатках Но они получают Больше Поэтому как бы Мы с ним проехались Поговорили Я по себе думаю Думаю Да Ладно Я же меняю работу Пересел с обычной Грузовой На фуру Что заработок Побольше Ну конечно Мне интересно Но Если для работы Взять Комфортно На этом восьмитонике Было работать Да и все себе Без прицепов Без ничего Поэтому Сам понимаешь Я уже Мы так поговорили С этим Товарищем Который меня стажировал Я говорю Я так себе думаю Проехались Нормально все Обратно Он туда ехал Я уже обратно ехал Когда Точки выгрузили все Думаю Пойду я Наверное Потом Как пойду Тут особо Сам и не выберешь Есть вроде Право выбора Но оно такое Посредственное Думаю Наверное Буду я На масс идти Ну и все Проходит Я тебе скажу Сколько Неделя Проходит Тишина От моего шефа Не говорит Ничего Я его вижу Встречаюсь с ним А я подходил К нему После стажировки Отдал лист Говорю Так и так Как бы Какие действия Он говорит Ну может Ты еще на своей Поездишь День два А может Ты не поездишь Посмотрим По звонку Жди звонка Я тебе наберу Проходит Неделя Уже Ничего не набирает И так далее Думаю Ладно будем ждать Может Думаю Решил После нового года Уже там садить Ну знаешь Всякое бывает А вот в итоге Буквально сегодня Я тебе скажу Наверное Утром У меня сегодня Выходной Завтра выходной Не помнишь Я тебе напомню Я два через два Работаю У меня сегодня Первый выходной Завтра выходной Думаю Отлично Сижу утром Пью кофе Звонок Смотрю Шеф Звонит Думаю Ну не просто так Просто так В субботу Тем более Он тоже выходной Думаю Не будет А сегодня Подожди Суббота Сегодня воскресенье Да Думаю В воскресенье Не будет он набирать Иначе думаю Что-то это Ты говоришь Завтра Ты работаешь А почему Мы заглохли А почему Мы глохнем Я тебе не знаю Не скажу Даже Слушай Она что Топливо Закончилось Сейчас я разберусь Подожди Секунду Никуда не уходи Не знаю Когда я прошляпил Слушай Закончилось Топливо Очень интересно 94 километра Нам надо Срочно Заправка Вот заправка Впереди Ну отлично Вот И он говорит Идешь Завтра выходишь На работу Человек уволился С КамАЗа А КамАЗ был в ремонте Там делали двигатель Что-то точно Ну там Наверное Пол двигателя Поменяли Условно Скажу Много чего Меняли Он не был Наверное Месяц Наверное У нас Ну все И говорит Скорее всего Ты работаешь Говорит на нем До 20 числа Возможно Ты на нем И останешься Как бы На постоянную Сейчас я Как бы Когда вот Отстажировался Я подменный водитель Считаюсь Ну у нас такая система И пока И пока вот Места не освободится Я подменяю Вот такие вот дела И все Набрал мне уже логист Сказал куда я еду Сначала первый раз набрал Сейчас заправимся Вот И в итоге он сказал мне И наверное я на ней останусь Ну А вот И позвонил мне логист Сказал куда едет А первый раз позвонил И такой рейс хороший Только две точки Думаю Ну для первого раза мне Красота просто А потом Перезвонил второй раз Как раз перед записью видео Ты меня пропускаешь Товарищ Да наверное Это я Дорможу И говорит Будет еще Выгружаете две точки И будет обратка Ну обратка Это у нас Мы опять что-то грузим Ну В принципе не очень Потому что я знаю Куда это везти потом И там место для парковки Достаточно Блин Затруднительное Поэтому завтра у меня Такое будет Испытание небольшое Ну Я надеюсь справлюсь Как-то меня На паровозе Я когда работал Меня отправили Кинули Так сказать Вот тебе машина Вот тебе груз Едь И я поехал В Москву тогда Помню Первый рейс у меня был Развозить Наверное Там сборный груз Наверное Три-четыре точки Поэтому В свое время Хапнул я Ну справился Все отлично Думаю здесь Будет все отлично Позвонил мне уже парень Который работает На данном КамАЗе Ну рассказал про машину Ну в принципе Вот этот КамАЗ Если я не ошибаюсь 5490 КамАЗ Могу ошибаться Это аналог Мерседеса Есть Мерседесы такие Поуже Какой-то у них тоже Там Тоже вроде бы Акторсы Но у них Как бы кабина Чуть такая Ну не уже Ну примерно Ну вот он И двигатель Там тоже Мерседесовский И коробка Автомат Но какая Не буду умничать Не скажу Главное что автомат Не хотелось мне Без автомата Конечно Ну все Рассказал по машине В принципе Говорит машина Ничего Говорит внутри Чистенько Аккуратненько Но если человек Так говорит Значит там так и есть В принципе Потому что Там где Грязно Него Я вот например Сел в МАЗ Ну видно что люди Как бы особо Как тебе Чтобы людей Не обижать Ну сели Приехали И ушли Как бы Достаточно Неаккуратно Что когда я на Мерседесе сел Когда стажировался Ну там прям Люди смотрят Он внутри Как новенький Новенький Так все аккуратно Чистенько Прям Ну так красиво Поэтому завтра Я Поеду Свой первый рейс Думал я заснять Конечно Ну Посмотрю Не знаю Как получится Это надо Настраивать Камеры Не до этого Мне будет Завтра Я думаю Сам понимаешь Садишься Когда на новую машину Ладно на другую Но в итоге Что я не Ездил С полуприцепом Тут у нас есть Шанс Не заехать Слушай Здесь такого Не будет Давай 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 Вес Большой Огромный Вес 63 тонны Я тебе напомню Молодец Заехали Будешь пропускать Вот видишь Не бывает Пропускает Но Сделали бы систему Когда пропускают Чтобы фарами моргнул Ну ладно А то я в каждом видео Недовольство Хотя не недовольство Я высказываю Как бы Чтобы можно было бы добавить Ну ладно И даже вот посмотреть Столько модов на игру А столько модов Отличных Хороших Ну Почему разработчики На это внимание Не обращают Вот Потому что Многие моды Люди пользуются Их устанавливают И так далее Прям Например Нашел Я недавно Увидел в интернете Как вы стали Ребята Неудачно Ладно Попробуем Выкрутить Это у нас Все за Режим труда отдыха Наштрафуют Не вижу ничего Видишь А мы сейчас Окошко откроем Выглянем Ооо Я тут переживаю Ну глянь У нас тут место А он вверх Ваши видел А ну из-за снега Наверное не увидел Руки я нашел На руль Прям оно добавляет Реально Ну мне очень понравилось Но в итоге Автор Не обновлял Этот мод Выше там 1.40 версии Почему-то не обновлял Больше сколько я не искал Так я не обновляю Что здесь пробочка Ребят Вы долго будете стоять Вот такие у меня новости Единственное что да Говорят КамАЗ этот Немножко жестковатый Ну посмотрим Сравним Я тебе все Обязательно расскажу Ну что Вот такая Получилась у нас Доставочка Рад что ты был со мной На протяжении этого рейса Все Свои замечания Предложения Пиши в комментариях Давай Удачи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА